Во вторник около трех часов дня на улице Некрасова произошло ДТП. По словам очевидцев, пожилой мопедист намеревался осуществить левый поворот или развернуться и выехал на встречную полосу, не убедившись в отсутствии на ней транспорта. В итоге встречный автомобиль ушел от столкновения, а вот следующий за ним не успел. Я тут увидел его в последний момент, по тормозам уходил от удара и все равно от столкновения не забежать. Не пропустил просто, я просто не представляю, как это возможно так, не увидеть поток машин сзади на целой веренице шла. 75-летний мопедист в момент аварии был без защитного шлема. В результате столкновения он получил травму головы. Прав управления транспортным средством мужчина не имел. Впрочем, для езды на мопеде они не требуются, по крайней мере пока. Уже осенью ситуация изменится в корне. Водители мопедов, скутеров обязаны будут получить водительское удостоверение категории М. Чтобы получить данное удостоверение, необходимо сдать теоретический экзамен в ГИБДД. И даже 16-летние водители, которым разрешено выезжать на дорогу, обязаны будут иметь данное водительское удостоверение. Ну, естественно, не получая этого водительского удостоверения, водитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Осенью, когда закон вступит в силу ездить по дорогам на скутерах и мопедах, чей рабочий объем двигателя не превышает 50 кубических сантиметров. Разрешено будет только при наличии прав категории М. Штраф за несоблюдение этого правила составит от 5 до 15 тысяч рублей.